МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуи Светлана Князева, глядите у гэтым выпуском. Прамысловость, аддукация, высокие технологии и туризм. Посол Индии у Беларуси Сангита Бахадур приняла удел у обмеркования на керунках дальнейшего супрацовниства двух краин. Допомога у праца у Латковании комиссии по саденчанию занятости насильництва протягивают разгляд с воротов от грамадзян. Супер-тройка региона. У Гомеля вызначили лидеров пионерского руху. Сустракая гостей и жадая счастливой дороги в Андроника, на Гомельском автовокзале усталявали скульптуру пассажира. А зараз об гэтым и иншим больше подробязно. Головным инструментом для роста заработной платы повинна стать повышение эффективности работы предприемствов. Про это заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на посаджении Мазирского райвы Канкама, передает Белта. Премьер-министр нагадал, что найважнейшей задачей, поставленной керунником державы на 2018 год, было повеличение заработной платы до среднего узровня у тысячу беларусских рублев. Все лета эта задача некольки модификованная. Сергей Румас звернул увагу керунництва районного и областного выканкама на увязку заработной платы с продукциейностью, працы и выдатками. А кроме того, подкреслив керунник Беларусского района, основный упор варто заработать на низкооплатные категории работников. При этом главным инструментом повинна стать минавито повышение эффективности работы организаций, которые имеют низкий узровень оплаты працы. Сергей Румас отзначил, что досягнению этой меты будет садзейничать створение новых працовных мест, особенно высокопродукционных с ответственным узровням зарплаты. В свою очередь, это станет одним из способов выращения питания занятости насельництвом. Что тычется бюджетной сферы, там так само есть категория низкооплатных работников. С первого студента этого года у РАД повеличил помер минимальной заработной платы до 330 беларуских рублев. Сергей Румас поведомил, что уже в мае плануется черговое повышение тарифной ставки первого разрада. Выращается задача довести заработную плату работников бюджетной сферы до 80% средней зарплаты по краине. Протягиваем выпуск. Завершился двухдневный деловый визит у Гомель надзвычайного и полномоцного посла Республики Индии у Республики Беларусь Сангиты Бахадур. Его заключной часткой стала сустреча у Гомельском отделении Беларуской гандлево-промысловой палаты. С початку 2019 года уже отбылся три поездки деловых колов нашей краины у Индию и два визиты индийских партнеров у Гомель. Подчас их подписаны два меморандумы об супрацовнестве. Беларусь затекавлена у развития относинов с индийскими компаниями у сферы информационных технологий. Посол Индии огучила пропанову развивать супрацовнество с университетами нашей краины. У ходе деловой сустречи так само обмерковывались мощности суместной работы с Беларусь-Нафтой, свободной экономичной зоной Гомель-Ратон, ГДУ имя Франциска Скарыны и санаторием «Машина-Будовник». Все роднопрамка – взаимодействие, открытие в регионе индийских предприемств и развитие туристических относинов. Сегодня уже вторая встреча. Первая встреча была в Медицинском университете. У меня была возможность встретиться с индийскими студентами, с руководством университета. Студенты выглядят очень счастливыми. Им нравится, как построено образование. Что касается сегодняшней встречи, она для меня оказалась очень полезной. Наша задача – это, скажем, увеличить торговый оборот. И торговая палата делает очень много для того, чтобы это сделать. И сейчас у меня есть уже идея, в каком направлении работать. Мы очень надеемся, что вот эти соглашения начнут уже работать. И то, что бизнес поехал к нам в такое короткое время, это вселяет в нас надежды, что будут эффективные контакты. Они уже проговорены в ходе этих встреч, но нужно обеим сторонам время для того, чтобы они просчитали все выгодные для них моменты. В Гандлёво-промисловой палате сподяются, что каждый месяц будет отзначен новыми подеями и бизнес-контактами. Тем более, что условия для этого есть. Уже в мае отбудется масштабная экономическая выстава «Весна» в Гомеле, и индийские коллеги далі по переднюю згоду принять у ее удел. До помощи працевладковаться частково вызволить от полной оплаты послуг за горячее водозабеспечение в связи с тяжкой житевой ситуацией. У администрации Чагуночного района Гомеля пройшло черговое посаджение комиссии по координации работы по соединению занятостей насильства. На этот раз разглядали 15 зворотов у основных от незанятых в экономице горожан. Некоторые продоставили документы, которые дают им право на погоду оттерминовать оплату послуг за горячее водозабеспечение по стопроцентным тарифе. Частей за усе такие просьбы, звязанные с хворобой человека и немагшимостью за гэтага працевладковаться. Альбо со станом здоровья родных, яких треба доглядать. Некто подрихтовал для членов комиссии подтверждение своей экономичной занятости. Например, об ожицеувлении сельско-господарших работ на присядзибном участку. По усіх зворотах были приняты остановчие решения. До речи, был огучен и такий приклад. Гомельчанку признали незанятой у экономице и она у обыход комиссии по соединению занятости подала скаргу у суд. Там иск признали необґрунтованным. Гражданка обратилась в суд для того, чтобы признать ее занятой в экономике. Пользуясь случаем, хотела бы, конечно, обратиться к нашим жителям, гражданам. Не стоит идти в суд, не стоит писать жалобы. Достаточно обратиться в комиссию, которая образована при администрациях или районных исполнительных комитетах. И в итоге, конечно, суд железнодорожного района в иске отказал гражданке, потому что ни права, ни законные интересы не были нарушены. В итоге, все равно данная гражданка направила нам заявление, приложила определенные документы, что у нее тяжелая жизненная ситуация. И рассмотрев все поступившие заявления, конечно же, принято положительное решение в пользу наших граждан. Усяго с початку работы комиссии сюды звернулися свыше 5 тысяч человек. У вынику половы признали занятыми у экономицы. Каля тысячи представили документы, які подтверждают тяжкую життёвую ситуацию. Больше 400 человек – працевладкованные альбо оформили самозанятость. Вакансии у организациях будовничьи Галины пропануюсь на дни предприемства у Гомелі. Он пройдет четвертого красавика в управлении по праце, занятостей и социальной обороны Гарба Конкама с 10 до 12 годин. Открытое акционерное товариство «Гомель-железобетон» пропаную больше за 20 вакансий. Предприемство має потребу у таких кадрах, як отделочник железобетонных выробов, формовщик, машинист крана, маляр, тенковщик. Представники кадровой службы расслумачать потребования и умовы приёму на працу. Соискальникам рекомендуется меть при себе пашпорт, документы об эдукации и працонную книжку. По некоторых специальностях есть махшимость пройти навучание. Так само ожидающие смогут ознайомиться с базой вакансий, доведаться об махшимости отримать субсидию для организации предпринимательской деятельности. До речи, по узровне середней заработной платы, будовництво упыльнено, тримается у пятерцей лидеров сирот инших видов экономичной деятельности Беларуси. В уголе сфера развивается, профориентация ведется уже за школьными партами. А теория и практика будовничьих профессий идут в ногу за кошт створения специальных эдукационных центров на базе домобудовничьих комбинатов. Такий опыт доказал поспеховость. И в этом переконалися наши корреспонденты. Вот, смотрите, железобетон, окна, все вот это. Это же жизнь моя, вы поймите. Константин Агенков в давнейшей Галине 10 годов за этот час карьерную лестницу взял с нуля. Хоть у отдел кадров приходил навык без диплома, навыков и опыту. Не глядячи на это, это контракт у Гомельским ДПК с ним заключили одразу. Тут же провели переподрихтовку и зарабили за автослесора специалиста малярной справы. Сегодня он уже мастер с высшей эдукацией. Завод с кончем билдут. Контролюю, как и с процессу и зараз только вспоминая, как Калисти спробовал найти годное операционное место. Автослесарь мог найти, но зарплата была мизерная. Пришел в комбинат и сразу же в три раза зарплата выше. Отношение другое. Это не железячки, это стройка, понимаете, как бы душа у меня лежит больше в стройке. А это той самый навучальный центр, где Константин отримал первые виды у профессии. Деньше непосредственно на базе ДПК. Отсюда у компании нуль выдатков на иншие курсы и командировочные с упросовником. Только за пошние три года навучили больше как 800 человек по двух десятках профессий. Некоторые специальности во всей Гомельской области можно отримать только тут. В этом классе рыхтуют монтажников. Празнекольки месяцев и они приступят до прасы. А пока люди под рыхтолка заработная плата уже налишивается. Монтаж или нет в здании проводится в соответствии с ККП 45.5.03.130.2009 года. До будущих супрасовников приглядается уже в школах для школьников постоянная экскурсия на вытворчасть. Только за минулый год улику промысловых туристов побывали полторы тысячи подлетков. Есть партнерские договоры с пятью ВНУ и с середними специальными установами. Готовы принять до себе и практикантов и молодых специалистов. При этом уговоровать никого не приходится. Уси разумеют. Тут у Плюсе и средняя зарплата больше, как тысячи рублей и добрый социальный пакет. Медицинское страхование за кошек компании, корпоративная совесть и транспорт. Целый список видеоматериальной допомоги. Поддержка творческих и спортивных подчинений. Кроме того, занимающимся будовницем жилья можно значительно худше обзавеститься и властными метрами. А на першопочатковый взнос за квартиру предприемство пропонует супрасовникам протяглую Ростовменоку. Для работников нашего комбината, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, у нас предусмотрена своя отдельная очередь, которая при строительстве домов социальной поддержки для льготной категории граждан пользуется преимущественным правом строительства в наших домах. С всеми супрасовниками заключены коллективные договоры. Пункты выполняются на 100%. Раз в три года героники всех структурных подразделений рихтуются пропонувать об тем, как полепшить головный социально-ориентованный документ. Сейчас как раз час пирамин. Распроцовываются варианты новых социальных гарантий и льгот и компенсаций. А значит, в ближайший час профессия будовника станет еще больше привабной. Ганна Ковалева, Вольга Коновалова, телерадиокампания «Гумель» при поддержке агентства «Теленовин». Узгорание автомобиля одна из самых небезпечных ситуаций в дороге. За великой колькости горучих материалов пожар возникает и распространяется залеченной хвилины. При этом велиозарные небезпецы подвергаются житию водителей и пассажиров. По величине колькости подобных инцидентов региструются на территории Гумельского района. Работники районного отдела по надзвечайных ситуациях суместно с супрацовниками Держа Аутоинспекции и представниками Белдзерж Техогляду и страховой компании провели суместное профилактичное мероприемство на шляху до безопасности. Аутоуладальникам разповели об основных причинах узгораниях, денег при возникнении пожара, мерах профилактики. Наявность у автомобилей вогнетушителя обовязковая, тому специалисты звертали увагу на правила выкористания, заховывания и месты их набыття. А кроме того, нагадывали об необходности своечасового проходжения техничного огляду и страхования автомобиля. У вынику оказалось, что далека не усе водители клопотятся про безопасность свою и пассажиров. С десяти вспыненных автомобилей только у шести были справные вогнетушители. У трех выпадках выявлены непройденный техничный огляд. Неотбайных водителей попередили об необходности ликвидовать порушение в самый короткий термин. А вот самый отказный автоуладальник, у якого из аптечка и с вогнетушителем и с тихоглядом у сего парадка отримал подарунок. У Гомельской области стартовали одразу два масштабные проекти по профилактице неинфекционных захворюваний, онкологических и хвороб системы кровозворотов. Розпочали мероприемства замеркования ситуации у регионе за круглым столом. У 2018-м годов в сравнении с 2017-м у уровня захворюваний на хвороб системы кровозворотов повеличився. Подобная статистика и по онкологичных захворюваниях. Разом с тем колькость смиротных заходов у категории пациентов процездольного взросла знизилась. Медики робят упор на раннее выявление хвороб. С 2017-го года в области проводят скрининг основных локализаций раков. В скрининг включены рак молочной железы, колоректальный рак, рак шайки матки и рак предстаченной железы. Проводится массовое профилактическое обследование во всех практических районах. Каждый район области охвачен хоть каким-либо видом скрининга. У рамках распрацованных профилактичных проектов специалисты ведущих установ оховы здоровья региона наведают районы. Там они проведут консультации, диагностику, тренинги и иншие мероприемства. Они направлены больше на трудоспособный возраст. Естественно, будет информирование через СМИ. Я думаю, будут приходить разные слои населения, в том числе и старше трудоспособного. Но мы ориентируемся все-таки на студенчество и трудоспособный возраст. Выезды специалистов распланованы до конца года. Улику первых удел в проектах примут Жахары-Брагинского и Мазырского районов. Супертройка. У Палаца творчества детей и молодых прошел областный этап республиканского конкурса лидеров сирот членов пионерской организации. Каля 200 пионеров демонстровали свое майстерство, креативность и активность. За творчими баталиями назирала Марина Джалая. Такие конкурсы в Беларуси организовали упершиню инициативой его проведения належить активным пионерским дружинам. Супертройка с 11-й мазырской школы только вернулась со сцены. Команду переполняют эмоции и хваливания. Вы уже выступили. Скажите, пожалуйста, какие у вас эмоции? Вы знаете, чувство радости мы очень готовились, старались и этим конкурсом мы действительно горим. У нас много идей и в каждую мы вложили частичку своей души. Пионер уважата свое мнение высказала, а вы его разделяете? Да, безусловно, мы действительно очень серьезно подходили к этому конкурсу. Очень бы хотелось быть первыми и пройти дальше, конечно. Усягод за звание пироможца взмахалась 21 команда. Удельники представили творшее выступление, отказывали на питание у интеллектуальном конкурсе, рассказывали про навыки суместной работы «Октябронок, пионер, вожаты», презентовали свои блоги и сторонки у интернете, а так само видеоролики. Формат пионерского форума позволяет раскрывать организаторские, коммуникативные сдольности конкурсантов и креативность знакомить с разными социальными инициативами и идеями. По уровню подготовки видим, что на самом деле наши педагоги, организаторы, наши вожаты проделывают колоссальную работу для того, чтобы взращивать лидеров уже с маленьких начальных классов. В склад жюри вошли специалисты сферы эдукации и СМИ. В вынику судей вызначили лучшую супертройку региона, яка представить в область на республиканском этапе. Перемога досталась команде из Речицкой средней школы номер 7. Марина Джала, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля яскраво завершился тидень дитячей и юнацкой книги. В библиотеке имя Герцина прошел финал 13-го штугодового конкурса «Лепший читач». Попередние литературные поединки вызначили 11 самых надшитных школьников областного центра по выниках 2018 года. Миновито им и довелося поспрощаться за звание Лепшаго. Подробности у сюжете Евгений Кухаронак. Продемонстровать свою эрудицию, начитанность и навык артистичность финалистам предоставилася подчас трех литературных конкурсов. Одна из первопрошитковых умов в делу с поборницей прочитать за лето семь вызначенных книг. Пытания по зместе творог учали подчас одного выпробованию. После чего школьники примерили на себе профессию промоутеров. Им необходимо было прорекламировать книгу и презентовать свою мясцовую библиотеку. В этом году конкурс отличается тем, что он проходит в юбилее библиотеки Герцена 100-летней. Поэтому мы в этом году постарались не сильно нагружать ребят соревнованиями, хотя такой элемент соревновательный все равно будет присутствовать, но больше сделать праздника. Оценивал выступление конкурсанта у компетентной журы под старшинством письменника и драматурга Василия Ткачева. Я вообще люблю читать и читаю одну книжку за неделю. И последняя книжка, которую я читал, это была «Мысленников мотыль ворога». Это конкурсная книжка. Кожный из удельников конкурсу смог продемонстрировать свою допытливость и любовь до читания. Все финалисты отримали дипломы и подарунки, специальные призы уручили сузосновальники конкурсу. Звание лучшего читателя детячей книги гимназии Гомеля Маргарита Глушакова. Евгений Кухаронак Валерий Гопанько телерадо компания «Гомель». Пассажир, який бежить, новая скульптура з'явилася перед будинком Гомельского автовокзала. Ее установку примерковали до 75-ти годзя «Гомель-Авл-Автотранса», якое будет означаться «Селита». Задумка з'явилася не кальки годов тому, на конкурс, який объявило предприемство, поступило шмат проектов. Лепши признали идею Вячеслава Долгова. Такие его работы как карандаш, перший гомельшанин, пассажир на чемодане стали визитными картками областного центра. У Гомель-Авл-Автотранс спадзяются, что и скульптура пассажир, який бежить, станет в этой шерах. Мы все-таки надеемся, что у нашего пассажира тоже сложится, наверное, своя легенда, и наши пассажиры, которые будут либо приезжать, либо покидать наш город ненадолго, будут все-таки фотографироваться с ним, и он им будет желать счастливого пути и приносить удачу. Подорожа в Грузию интерактивное шоу для всей семьи прошло в Гомельском палаце культуры чугуношников. Мероприемство поднимало посольство Грузии в Республике Беларусь. Маленькие гости и их батьки увидели анимационное шоу с народными грузинскими персонажами, а так само национальные танцы и спевы. Для наведывальников подрихтовали тематичные фотозоны и инсталляции. Интерактивные гульни и забавы на любой густ можно было знайсти на двух поверхах. Хтось и выраблял сувениры с символикой Грузии, иншие проводили час с аниматорами. Посольство Грузии в Республике Беларусь планует и далее развивать сабросские советы с нашей краиной и лазить святой грузинской культуры не только у столицы, а и в регионах. Когда столько детей, когда столько людей, которые жаждают увидеть Грузию в Гомеле, не покидая Гомель, это прекрасный показатель. Показатель нашей дружбы. Показатель, что Грузия и Беларусь еще висели на более высокий уровень дружбы. Я уверен, что эти дети, когда повзрослеют, обязательно съездят в Грузию, обязательно посмотрят, потому что детский организм так устроен, что они запоминают все хорошее. Все они подороже протягнется, у Палаца культуры шагуношников можно ближе познайомиться с культурой России. Выники выставочного проекта «Я Мане», «Я Шишкин», «Я Малевич» подвели у Палаца Румянцевых и Паскевичов. На протягу ты дня наведывальники могли выбирать своего фаворита и отдавать свой голос за его работу. Первая початкова переможца народного голосования и владельникам путевки на усебелорусскую выставу повинен был стать один мастак. Однако организаторы изменили свое решение и узнагороды достались одразу тром ауторам. Картины, которые наибольш сподобались Агамельшанам. Сирот 129 работ профессийных мастаков и аматоров народ обрал ночной подороже Андрея Филимонцева, мест своего решения Ганны Ковальчук и счастье Андрея Рыгатки. Придя на выставку посмотрев на работы увидел, что здесь очень много достойных работ и конкурентов. Я уже не ожидал, что я буду победителем. Очень-очень ярко, красочно, красиво. Работа переможцев отправится у Минск на выставу, что открыется четвертого красавика в Национальном центре сучасных мастацтва. Гэты и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomil.by На гэтым випуск завершене. Дякую за увагу и до встречи у эфире.